Всем привет! Вы на канале Secure UA. Меня зовут Андрей Евдокимов. И сегодня мы поговорим о том, как подобрать видеорегистратор для системы видеонаблюдения. Независимо от того, проектируете вы систему с нуля, либо вы доставляете регистраторы уже в существующую, либо вы полностью апгрейдите то, что у вас есть, от характеристик регистратора будет зависеть функциональная возможность системы, которую вы получите на выходе. Поэтому сегодня мы поговорим о том, какие характеристики стоит в первую очередь рассматривать при выборе этого оборудования, на что они влияют и чем они могут быть вам полезны. Компания Secure – официальный дистрибьютор представленных на сайте брендов. Поэтому в нашем магазине официальный сервис и лучшие цены. А подписчики канала получают дополнительные скидки. Подписывайтесь! Прежде всего вам стоит разобраться с тем, камеры какой технологии будут использоваться в вашей системе. У нас на канале есть видео о том, какие в принципе существуют на данный момент на рынке. И, ну так, если упростить эту всю историю, есть IP-шные системы цифровые, и есть системы аналоговые, которые включают в себя несколько подвидов, но которые уже, в принципе, эти подвиды между собой склеились, стали очень похожи и базово называются аналоговыми системами. Это так называемые технологии CVI, TVI, HD и старый аналог CVBS. Итак, две системы – аналоговая и цифровая. Для аналоговой системы регистратор по классике называется DWR, от английского Digital Video Recorder – цифровой видеорегистратор. Он выполняет функцию обработки потоков видео с камер, оцифровывает их, дальше вы с ними работаете. Для сетевых систем, IP-шных систем, регистратор называется НВР – Network Video Recorder – сетевой видеорегистратор. Он собирает на себя уже обработанные, оцифрованные камерами потоки видеоданных. Собственно, основное различие данных устройств – аналоговая, IP-шная. И есть промежуточный класс устройств, который вобрал в себя сильные стороны и DWR-ов, и НВР-ов. Так называемые гибридные, либо мультигибридные реги. Что он может? Ну, по большому счету, затянуть на себя потоки видео с камер как аналоговых систем практически всех разрешений и всех технологий, так и забрать на себя IP-шные камеры. Достаточно удобное устройство для консолидации на объектах, там где у вас, допустим, уже есть старые аналоговые камеры, и вы хотите туда добавить новые IP-шные. Пожалуйста, мультигибридный рег. Базово разобрались с технологиями. Отмечу, что в рамках видоса мы не будем сильно рассказывать про классические DWR-реги, которые работают только с аналоговыми и им подобным камерам. Мы будем говорить о мультигибридных и об IP-шных. Итак, поехали к характеристикам. Начинаем с количества каналов. Как для мультигибридных регистраторов, так и для их сетевых собратьев, есть определенные нюансы, которые мы сейчас проговорим в рамках этого видео. Начинаем с мультигибридных. Говоря о регистраторе мультигибридном, что он, допустим, четырехканальным, мы подразумеваем то, что на нем запаяно четыре видеовхода для подключения аналоговых камер. Аналоговых и родственных им. То есть физически вы можете притащить четыре кабеля и воткнуть в эти четыре входа. Но в мультигибридном регистраторе, как мы проговаривали, есть возможность подключения IP-шных камер. IP-шные камеры не подключаются в эти регистраторы физически, в плане притянуть кабель от IP-камеры, воткнуть куда-то в регистратор. Подключение осуществляется через сеть передачи данных. То есть что происходит? Вы регистратор, подключаете через разъем RG45 к роутеру, либо к коммутатору, к какому-то сетевому устройству. И в это же сетевое устройство, в эту же сеть подключаются какие-то еще камеры IP-шного видеонаблюдения. И тогда вы можете на регистраторе, там есть дополнительные каналы, которые без физического подключения напрямую в регистратор позволяют вам затянуть дополнительные видеопотоки. На самом деле это может быть даже не видеопоток с IP-шной камерой, это может быть видеопоток с какого-то канала другого рега. То есть понятно, четырехканальный, четыре аналоговых, и сколько-то дальше вы смотрите характеристики, дата-шиты этого устройства, сколько дополнительных каналов сетевых вы можете притащить из сети. Переходим к сетевым регистраторам. Если объяснить простыми словами, представьте себе, что с мультигибридного рега убрали входы BNC для подключения аналоговых камер и оставили только возможность сработать с сетевыми. Это очень упрощенное объяснение на самом деле, потому что, как правило, сетевые реги, они заряжены дополнительной аналитикой, они позволяют настраивать IP-шные камеры, более глубоко с ними интегрируются. Но базово логика примерно такая. Нету BNC входов, вы не можете подключать какие-то аналоговые камеры, вы работаете только с тем, что регистратор видит в сети с IP-шными камерами. И, собственно, углубляясь в эту историю по количеству каналов, если мы говорим про сетевой регистратор, что количество каналов, которые он поддерживает, 16, то это максимальное количество каналов видео, которое вы можете затащить. Говоря о сетевом регистраторе, что он 16-канальный, мы подразумеваем, что максимальное количество потоков видео, которые он может принять, равно 16. Но при этом для сетевых регистраторов, для большинства актуальных на данный момент моделей, есть существенная важная характеристика. Это величина входящего потока, битрейт, который он может принять и обработать через свою сетевую карту. О чем сейчас речь? Каждая камера, подключаемая к регистратору, в зависимости от своего разрешения, в зависимости от количества кадров в секунду, как вы ее настроили, генерирует поток видео с определенной характеристикой битрейта. Для 2-х мегапиксельных камер он обычно не больше 5 мегабит в секунду. Ну, к примеру, если у регистратора, допустим, 16 входов и величина битрейта входящего 160 мегабит в секунду, что это значит? Что вы можете подключить 16 камер, но сумма битрейтов с них не должна превышать 160 мегабит в секунду. Такой вот нюанс. Надеюсь, история про количество каналов и битрейт понятна. Переходим к следующей важной характеристике. Камеры какого разрешения может поддерживать регистратор? Ну, понятно, что величина разрешения влияет на детализацию картинки. Отсюда основной момент, чем выше разрешение поддерживает регистратор, тем круче камеру вы можете к нему подключить. Но, опять же, чем выше разрешение, тем более производительный процессор стоит в регистраторе, тем он более дорогой. И если вы не хотите смотреть белки в глаз в вашем лесничестве, а вам достаточно какой-то обзорной картинки, которую даст, в принципе, любая 2-мегапиксельная или, если чуть круче, 4-мегапиксельная камера, то вам и регистратор стоит выбирать подходящий, достаточный для того, чтобы работать с теми разрешениями, которые вы себе там предполагаете или которые вам рекомендуют. Но, опять же, если вы предполагаете, что в дальнейшем система будет апгрейдиться, дополняться более навернутыми камерами с 8-ю мегапикселями, с 4К-мегапикселями, мегапикселями, мегапиксели не стоят на месте, они постоянно выпускаются новые. 5 лет назад мы работали с 2-мегапикселями, это считалось вау, как круто. Сейчас уже 4-мегапикселя, это как стандарт на рынке. 8-мегапикселя, это, в принципе, достаточно доступное оборудование. Рано или поздно появится и выше разрешение. Соответственно, выбирая регистратор сейчас, проектируя систему, вы должны задумываться о том, что будет с ней в дальнейшем. И если обладаете бюджетом, то, конечно, лучше на вырос заложить возможность улучшения этой системы. Обращайте внимание на эти факторы, думайте, что вам важно в данный момент и чего вы хотите добиться в будущем. Характеристика номер 3. Количество поддерживаемых жестких дисков. Эта характеристика влияет на глубину вашего архива. В зависимости от того, сколько в вашей системе камер, сколько вы времени хотите хранить информацию, в каком качестве, с каким разрешением, с какой скоростью записи вы пишете видео. Вы подбираете себе необходимый объем дискового хранилища. Нюанс в том, что сейчас на рынке представлены диски в массовом сегменте до 10 терабайт. Изредка можно найти 12-14, но не любой регистратор такие объемы поддержит. То есть мы говорим о том, что до 10 терабайт, это вот рыночная история. Это то, что можно купить, поставить, и почти любой рег будет с ним работать. Считайте архив, когда вы проектируете систему. Есть достаточно много удобных инструментов для реализации задачи подсчета планируемого архива. Вот далеко ходить не надо. На сайте Seagate, производителя жестких дисков, о них, кстати, можете посмотреть отдельное видео на нашем канале. У них, у Seagate, есть удобный калькулятор, в котором вы вбиваете количество каналов, разрешение записи, кодек, каким сжимаете эту запись, вбиваете уровень качества записи. Он условно там от низкого, средний, высокий. Говорит о том, насколько у вас динамичная и качественная картинка в кадре. И получаете сумму терабайт, условно, которую вам нужно иметь для того, чтобы записывать определенное количество времени. Если вы хотите подключить к вашей системе видеонаблюдения дополнительные устройства, к примеру, датчики охранной сигнализации, либо какие-то исполнительные устройства, вы обращаете внимание на характеристику, поддерживает ли рек, оборудован ли он входами для тревожных датчиков, логично, и выходами, либо релейными, либо с каким-то питанием, которые позволяют подключить к нему дополнительные устройства. Что вам дает использование тревожных входов-выходов? Большую информативность и интегрированность с дополнительными устройствами. Вы можете использовать датчики охранной сигнализации для того, чтобы запись начинала, допустим, вестись не в момент, когда в кадре что-то произошло, а когда кто-то вторгся на территорию вашего объекта, где камера может быть не установлена. То есть пришла тревожная сработка с датчика, началась запись. Повышает информативность и безопасность, по сути, вашего объекта. Второй момент — это выходы, допустим, релейные, которые позволяют подключить к регистратору сирену, например, и информировать о том, что происходит какая-то ненормативная ситуация. Вот, если вы хотите дополнить свою систему видеонаблюдения такого рода функциями, обращайте внимание на характеристику наличия и количества тревожных входов и выходов. Так она называется. В частном случае сетевой регистратор может быть оснащен дополнительными портами POE, которые позволяют запитать подключаемые напрямую в регистратор камеры при помощи того же кабеля, по которому передаются данные. То есть может быть ситуация, когда на задней панели регистратора расположено 8 портов POE, но максимальное количество подключаемых видеоканалов — 16. Таким образом, вы подключаете 8 камер напрямую в сетевой регистратор и еще 8 затягиваете в него по классической схеме через сеть передачи данных. Похожая, по сути, на технологию POE технология передачи питания по коаксиальному кабелю реализована для мультигибридных регистраторов. Она относительно новая, на рынке несколько лет, но, в принципе, позволяет решить похожую задачу, когда вы, подключая к BNC разъему кабель для передачи данных, также по нему к камере передаете питание. Такие устройства стоят несколько дороже классических камер, которые эту технологию не поддерживают, но в ряде случаев позволяют сэкономить бюджет. Касательно аудиовходов. Сейчас в современных аналоговых технологиях CVI, TVI, HD аудио передается по коаксиальному кабелю вместе с видео. В сетевых устройствах то же самое. С IP-шной камерой с обстроенным микрофоном все передается единым потоком видео. Аудио склеивается, пакуется в маленькие красивые пакетики цифровых данных и транслируется на сетевой регистратор, который уже это обрабатывает и воспроизводит. Соответственно, по классике для работы именно с камерами IP-шными, HD, CVI, TVI не нужен дополнительный аудиовход, чтобы вытащить из потока данных аудио. Но аудиовходы могут быть использованы для того, чтобы подключить дополнительные микрофоны. Вот если вы хотите в рамках новой системы дополнить ее какими-то микрофонами отдельно, монтирующимися от камер, пожалуйста, тогда обращайте внимание на количество и наличие в принципе аудиовходов у регистратора. И шестой пункт — это типы поддерживаемых регистратором видеовыходов. В принципе, по классике их есть два — VGA и HDMI-видеовыход. На данный момент VGA используется все реже и реже, потому что ограничен по величине разрешающей способности, которую он в принципе может передать на монитор. А HDMI — это универсальная история, универсальный разъем, который вы можете использовать и с монитором, и с телевизором, если он вам нужен. Ну, в общем, сейчас уже HDMI — это must-have на регистраторах любой технологии. Кроме передачи видеосигнала, HDMI-выход позволяет передавать на ваш монитор либо на ваш телевизор также и звук, что в принципе, как вы понимаете, достаточно удобно и полезно. И седьмой пункт — все остальное. Здесь мы поговорим вкратце о каких-то дополнительных возможностях, которые может поддерживать регистратор и которые могут быть вам полезны. Если вы планируете устанавливать в систему так называемые спиддом-камеры, ПТЗ-камеры с возможностью удаленного управления положением объектива, зумом, вы смотрите на то, поддерживает ли эта камера управление через канал передачи видео. То есть большинство сетевых камер и большинство аналоговых позволяют управлять ими по тому же кабелю, по которому передается видео, но не все. Соответственно, здесь вы пляшете от того, что может ваша камера. Если ей нужно прокладывать дополнительный провод для передачи сигналов управления, соответственно, ваш регистратор должен поддерживать возможность подключения такого провода. И вот на этот аспект стоит обратить внимание. Кроме ПТЗ-камер, хотелось бы вкратце поговорить о более навернутых линейках регистраторов, более умных, которые позволяют делать более глубокую аналитику. Мы говорили в ходе видео о возможности детекции движения. Это все очень здорово, но это стандартная функция, которая сейчас уже must-have в любом регистраторе, неважно какой он технологии. В новейших линейках появляется возможность работы с метаданными видео. Одно дело, когда вы регистрируете в кадре любое движение, мы сейчас говорим о старом детекторе движения, обычном детекторе движения, когда кошка забежала в кадр, изменилась картинка, началась запись. Хотите ли вы видеть, как кошка бегает у вас по двору? Является ли эта информация полезной для вас? Скорее всего, нет. Вы хотите видеть, пришел ли человек какой-то, и если он пришел, что он делал? Это метка полезных данных. И вот сейчас уже видеорегистратор и аналитика доросла до того, что определенные модели позволяют фильтровать движения по типу, по классу объекта. То есть базовые логики настройки – это движение человека, движение транспортное средство, включая автомобили, велосипеды, скутеры, мотоциклы. Соответственно, используя эту аналитику, вы уменьшаете объем лишних данных. Кроме того, вы можете настраивать периметральную логику защиты. Что имеется в виду? Вот у вас есть камера, которая смотрит определенную зону. В этой зоне есть, к примеру, забор, который вы боитесь, что будут перелазить злоумышленники. И если происходит событие, при котором что-либо, кто-либо пересекает эту линию в определенном направлении, это является тревожным событием. Соответственно, начинаются записи, происходят какие-то преднастроенные логики, начинают вращаться ваши ПТЗ-камеры, смотрят, что же происходит по периметру вашего объекта, начинается вести запись, начинает играть подключенная к тревожному выходу сирена. Ну, в общем, система реагирует на происходящее. Такие расширенные возможности представлены в старших сериях. Если они вам не нужны, соответственно, вы их отфильтровываете, не используете. Эти расширенные возможности позволят вам более точно и эффективно работать со своей системой видеонаблюдения. Компания Secure. Эксперты в области проектирования и внедрения комплексных систем безопасности всех уровней сложности от малого бизнеса и частных квартир до промышленного сектора. Заказать консультацию можно по телефону. 0800 306 636. В качестве итогов, выбирая видеорегистратор, пожалуйста, обращайте прежде всего внимание на то, по какой технологии он работает и с какими камерами он будет совместим. И остальной фарш – это видеовыходы, которые запаяны в регистратор, это возможность работы с ПТЗ-камерами, это дополнительная аналитика и так далее. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши новинки и увидимся в следующем видео.